Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист по профессиональной косметике Гильтек. Сегодняшнее видео я хочу посвятить осеннему уходу. Мы с вами разберем, какие проблемы нас больше всего волнуют осенью, как с этими проблемами бороться, при помощи каких компонентов, каких средств, как сформировать свою рутину уходовую оптимально, чтобы избавиться от тех проблем, которые нас осенью больше всего волнуют, какие средства мы вводим в осенний уход. То есть, обо всем этом я постараюсь сегодня рассказать. И если у вас будут еще какие-то дополнительные вопросы, конечно же, задавайте их в комментариях. Начнем с того, что осенью больше всего, конечно, нас волнует приобретенная пигментация. Как бы мы не защищали кожу от солнца, как бы ни старались, мы можем на 3 минутки выйти на балкон, развесить белье и схватить пигмент. Особенно, если есть к нему склонность. Поэтому, конечно же, свежеприобретенная пигментация нас осенью волнует как проблема. При этом мы можем бороться именно с поверхностной пигментацией, потому что она поддается коррекции топическими препаратами, кислотами, энзимами, различными отшелушивающими средствами, различной пептидной природой, отбеливающими компонентами, например, пептид меланостатин или комплекс хромобрайт, как в сыворотке Брайт Нинскин. Также коевая кислота хорошо работает, арбутин хорошо работает с пигментацией. Но если это пигментация поверхностно расположена, если же это глубокая дермальная пигментация, то не нужно обманывать сама у себя. К сожалению, она не поддается порой даже лазерным методикам, не поддается коррекции, очень сложно с ней работать. Поэтому, если у вас длительно существующее какое-то пигментное пятно, не нужно думать, что какая-то сыворотка вас от него избавит. Но любая отбеливающая сыворотка, хорошо сформулированная, может помочь выровнять тон и сделать это же пятно менее заметным. Так что с пигментацией мы боремся при помощи отбеливающих, осветляющих препаратов, стимуляции отшелушивания, например, в виде пилингов или энзимных пилингов, в виде средств, которые даже на этапе очищения кожи стимулируют обновление, например, средства с кислотами, с энзимами, энзимной пудрой, энзимной маски глубоко очищающие. То есть это все мы можем использовать, чтобы стимулировать обновление кожи и убрать побыстрее свежевозникший пигмент. Также, естественно, мы не забываем защищать кожу от солнца, чтобы новый пигмент, который в сентябре-октябре вполне может к нам прилипнуть, чтобы он нас тоже не побеспокоил. Вторая проблема, которую мы решаем обычно после лета, это последствия обезвоженности кожи. Обезвоженность, она, конечно, нас преследует круглый год, зимой от отопительных систем, от всяких перепадов температур, но летом из-за жары, из-за работы кондиционеров кожа тоже пересушивается. И, кроме того, конечно же, наибольшей повреждающей способностью обладает ультрафиолет, который создает нам мелкие морщины, создает тоже проблемы с барьерной функцией. И, таким образом, мы должны повысить гидрорезерв кожи. Как мы это можем сделать? Взять сыворотки, которые содержат, например, ультрамолекулярную форму гиалуроновой кислоты, ну, вообще маломолекулярной, активной формы гиалуроновой кислоты, которая не только поверхностно увлажняет, и использовать, ввести их в регулярный уход. Это будет, например, Keep Calm Serum S-DU, это будет сыворотка интенсив-омоложение, это сыворотка с тремя видами гиалуроновой кислоты, пептидом, диофпарином, 3D-увлажнение. Вот эти все препараты очень хорошо восстанавливают, и, главное, быстро гидрорезерв кожи, то есть ее увлажненность. А увлажненная кожа, как мы знаем, лучше регенерирует и лучше обновляется. Естественно, король осенне-зимнего года – это ретинол. Ретинол мы вводим по показаниям, когда у нас уже есть какие-то хотя бы начальные возрастные изменения, чаще всего. И после 30 лет, как правило, мы ретинол всегда осенью используем, начиная с минимальной концентрации, потом, если есть необходимость, переходим на более высокую концентрацию. Ну, а ретинол у нас сказано много, можно посмотреть видео, поиском найти по слову «ретинол» на нашем канале, и будет очень много уходовых всяких лайфхаков, нюансов и способов его применения. Главное не забывать, что когда мы используем ретинол, мы должны тщательно читать инструкцию, следовать ей, чтобы не получить осложнения от применения, чтобы знать, какие противопоказания у него есть, не получить ретинол и драматит, ну или хотя бы знать, как с ним бороться, об этом тоже у нас есть видео. Кроме того, помимо ретинола, мы вводим, конечно же, в уход осенью кислоты очень часто, отбелющие компоненты, и надо их комбинировать так, чтобы кожу не переочистить, чтобы кожа не избыточно повреждалась такой негативной стимуляцией. То есть, если мы используем, например, вечером очищение с кислотами, тоник с кислотами, если мы делаем курс пилингов, то у нас, например, в утреннее время должна быть максимально мягкая умывалка, например, крем Цераклин, или, например, чищающий гель и мусс. Они все у нас на павах не агрессивных, на кокглюкозиде чаще всего сделаны, поэтому очень мягко воздействуют на кожу и дружественные к микробиому. Тоники тоже мы корректируем. Вечером, допустим, может быть кислотный тоник перед кислотным препаратом, например, Альфадерм или Фибтайт Ренювал. А утром у нас будет, например, лосьон-концентрат Нео с сосудоукрепляющими компонентами, с антиоксидантами в составе. Или, допустим, увлажняющий тоник с гиалуроновой кислотой эластином. Тоже будет очень хорошо. Не забываем, что в осенне-зимний период мы тоже нуждаемся и в защите от солнца. Я не беру экстремальные варианты, когда зимние виды спорта в горах, когда мы используем SPF 50+. Но в городском режиме, особенно сентябрь, октябрь, золотая осень, нам нужен небольшой SPF, особенно если мы используем какие-то антипигментные препараты в уходе. И тут мы можем обратиться к средствам, например, с SPF 30, хотя на самом деле наш праймер можно и летом отлично использовать, потому что он водостойкий, хорошо защищает от солнца. Но вот типичный городской вариант, это будет, например, крем увлажняющий с SPF 10 или крем для комбинированной кожи с SPF 15. Или с тональным эффектом CC-крем с тоном 01 или 02. Он дает SPF 25 и отлично подходит для использования в городском режиме. Вот так примерно мы формируем рутину, то есть мягкое очищение утром, более агрессивное очищение вечером. Курс пилинга можем сделать. Утром будет интенсивно увлажняющая сыворотка под SPF, соответствующий индексу ультрафиолета, который мы смотрим в прогнозе погоды. А вечером у нас будет, например, ретинол. Ретинол у нас используется не каждый день, поэтому может комбинироваться. Например, вечером, когда нет ретинола, мы можем утреннюю сыворотку использовать или какую-то еще. Также мы можем не ретинол, а кислоты ввести на вечерний уход. И получается, что мы кожу и стимулируем, и восстанавливаем, и стимулируем, и восстанавливаем. Вот этот баланс главное соблюдать, и тогда все будет отлично, кожа будет выглядеть очень хорошо. Если у вас остались вопросы, задавайте их под видео в комментариях, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми увидеть выход наших новых видео. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok